Приятного аппетита. Ничто не испортит такой замечательный вечер. Ох, Тео, есть горошек на свидании? Не лучшая идея. Доложить обстановку. На нас напал враг, командир. Какова наша миссия теперь? Устроить газовую атаку. Люблю здоровое питание, а ты? Я тоже. Даже колу без сахара пью. И раз. Ой, извини, дорогая. Не знаю даже, что на меня нашло. И два. О нет, прости. Это все наверняка горох. Мне срочно надо отойти. Вот же досада. С бабами в прошлый раз было то же самое. Ммм, хот-дог на ланч? Это то, что надо. И куда уж его есть без его лучшего друга, кетчупа. Здравствуй. Алексу стоит быть аккуратнее с кетчупом. Он всегда готов превратить белую рубашку в полотно для рисования. Мазок сюда. И сюда один. Берегись, Ван Гог. На пути новый шедевр. А если вытереть салфеткой? Стало только хуже. Он испортил мое творение. Какой кошмар. Остановись. Прекрати. Не помогает. Этот вандал не ценит искусство. Сосиска. Мы уходим. Я согласен. Булочка, прощайте. Еда что сговорилась между собой. Мой ланч испорчен. Враги диет и лучшие друзья сладкоежек. Кексы. Алан тоже не прочь иногда их отведать. Они все так вкусно выглядят. Хмм, какой бы выбрать. Кексы так и манят Аллана. Чтобы он их поскорее съел. Я тебе понравлюсь. Поверь. Возьму-ка этот. С вишенкой. Ура, я не испорчусь лежа на тарелке. На удовольствие Аллана. Сменилась на боль так же быстро, как и характер кекса. Ай, зубы болят. Ладно, сжалюсь над тобой. Держи. Номер и адрес дантиста? Он срочно мне нужен. Наконец-то перерыв. Самое время перекусить. Чили. Какой приятный бонус. Не зря это моя любимая доставка. Ммм, мой любимый пикантный рис. Этот рис довольно горячая штучка. Но миссис Адамс этого недостаточно. Нужно добавить перца. К настолько острому тандему, даже она не будет готова. А-ля-ля, красотка. Мы с тобой станем идеальным дуэтом. Перчик чили? Ох, ну я не уверена. Вкусно-то как. У меня во рту все горит. Вызывайте пожарных. Перец чили настолько обжигающий, что перед ним никто не устоит. Вы только посмотрите, как горячо они с рисом танцуют. Вот только миссис Адамс явно пожалела о ранее сделанном выборе. Молоко. Оно-то мне точно поможет. Эй, ты, наглец, иди танцуй где-то на грядке. Тут тебе не клуб. Неужели это все из-за меня? Ох, ну хотя бы немного перестала печь. Молоко быстро разобралось с перцем. Оно настоящий спаситель от острой еды. Ну уж нет, это я есть не буду. Закажу лучше в следующий раз суши. Итак, всего через пару минут все эти ингредиенты превратятся в самый вкусный бургер на свете. Свежий помидор. Всеми любимый сыр. Полезный салат. И сочная котлета. Все идеально. Так, ты идешь первым. Что? Куда пропал наш приятель? Котлетка? Настала твоя очередь. О нет, неужели мы следующие? Мой любимый сыр? Вот так. Я что, последний? А-а-а! И последний штрих? Кинуть продукты друг на друга? Им это точно не по вкусу. Вы меня придавили. Кто из вас ткнул меня локтем? Ай, не толкайся. Приятного мне аппетита. Так, я не собираюсь с вами тут находиться. Я тоже ухожу. Упс, серьезно? Снова? Почему содержимое каждый раз выпадает? Нельзя спокойно поесть. Ванесса – большая любительница поесть в кровати. У нее всегда припрятано что-то вкусненькое. Моя любимая булочка с корицей. Вот сейчас перекушу, а потом буду сладко спать. Ммм, блаженство. Какой бы вкусной ни была булочка, у нее есть минус – это крошки. Если быть неаккуратным, они упадут на постельное белье и там и останутся, выжидая моменты для мести. Она что, ест в постели? Ну ничего. Сейчас мы напомним этой неряхе о себе. Ох, что же так колется. Моя бедная кожа. Хе-хе, получай. Не стоит есть в кровати. А то прилипалы в виде колющихся крошек еще долго будут доставать. Ванессе этот урок точно запомнится. Время завтрака. Яичница с беконом. Классика. Отличный вариант для Алана. Ты представляешь, существует какое-то модное яйцо. Вроде бы Фаберже называется. Ты все равно лучше. Так, для начала налью масло. Главное, чтобы не брызнуло. Эй, как там обстановка? Тут жарко, прямо как на пляже. Присоединяйся, вместе позагораем. Почти как курорт. Яйцо уже в пути к своему другу. Эти двое то и дело, что наслаждаются своей готовкой. Я рад, что мы оказались тут. Я рад, что мой завтрак уже готов. Просыпаться утром на работу бывает нелегко. Вот и для мистера Окера это настоящий челлендж. Половина шестого. Эх, надо собираться. Если я сейчас же не выпью чашечку латте, то обратно усну. Как же хорошо, когда есть кофе-машина. Ведь кофе – помощник номер один от утренней хандры. Фух, ну ты-то меня обязан взбодрить. Ммм, приятный аромат. Быстрый и эффективный, словно ртуть из фильма Люди Зет, кофеин мигом приступает к своей работе. Мистер Уокер даже не заметит, как он уже будет готов. И что бы я делал без кофе? Этот день будет продуктивным, я уверен. Сейчас быстро выполню намеченный план. Только вот действие кофеина уходит так же быстро, как и приходит. И в таком случае выручат лишь коллеги, которые разбудят своего сонного сотрудника. Что-то я проголодался. О, банан. Это то, что нужно. То, что нам кажется обыденным, в мире еды может восприниматься совсем по-другому. А ведь для банана его кожура сродни одежде. Моя куртка. Только вот Аллан об этом не догадывается. Нет, нет, нет. Эта футболка последняя, что осталось. Нахал, получай. Ай, что это было? Это галлюцинации? Или меня ударил банан? Да ну, это же невозможно. И все равно что-то уже не хочется его есть. Как же сложно уснуть. И так уже за полноча я все еще не сплю. Ненавижу эту бессонницу. Хм, может какао с молоком мне помогут? На них последняя надежда. Криса может спасти только горячая чашечка этого волшебного напитка. Он так прост в приготовлении. А какой эффект? Наконец-то он нас воссоединил. Какао и молоко – действительно самое лучшее сочетание. Они будто близкие друзья. Я так долго этого ждал. Мы обязаны помочь в благодарность. Ммм, вкусно пахнет. Сразу ощущение уюта и расслабления. Да, и в сон уже что-то клонит. Спи, Крис, спи, засыпай. Милых овечек ты считай. Считай. Молоко и какао отлично справились со своей миссией. А ну не спи, пока мы на работе. Вот только молоко даже немножко перестаралось. Фух, наконец-то я дома. Теперь я могу побаловать себя любимым мороженым. Зачем выбирать между пломбиром и шоколадным вкусом? Если можно, съесть сразу оба. Хей, бро, у нас тут смена обстановки. Интересно, что нас ждет. Сейчас я вас попробую. Но Ванесса не знает, что не каждое мороженое любит, когда его облизывают. Дамочка, мы вам не какой-то там чупа-чупс. Как же личное пространство. Восхитительно. А какую еду ты бы хотел увидеть в виде человека в нашем следующем ролике? Пиши свой ответ в комментариях под этим видео. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк. Подписывайся на наш канал. И не забудь нажать на колокольчик. До встречи!